30 июля 1941 года. Прошлой ночью мы видели световой сигнал, который подавали наши, примерно в 20 километрах отсюда. Кольцо вокруг Смоленска сжимается, обстановка становится спокойней. В основном из-за медленного продвижения германской пехоты по труднопроходимой местности, значительное число советских войск фактически избежало окружения. С их помощью была возведена линия обороны на Десне, которая тем самым подвергла наступающих немцев первой, настоящей проверке. Отступая, русские поджигают за собой свои деревни, пожары полыхают всю ночь. До полудня сегодняшнего дня мы имели возможность увидеть фонтаны, вздымаемые вверх грязи при разрывах тяжелых снарядов. Армейский корпус вступает в бои, двигаясь с юга на север. Враг оказывает отчаянное сопротивление, в лесу вновь свистят пролетающие снаряды. Ближе к вечеру мы были готовы сменить позицию, двигаясь на восток. Котел окружения того и гляди будет разбит. Когда стемнело, мы опустились от холма и прокатились 12 километров на восток по автостраде. Это была широкая, в хорошем состоянии дорога, на которой там и сям попадались развороченные танки и грузовики. Мы направляемся прямо к середине котла, к новому фронту, который уже виднеется на горизонте. Мы шагали всю ночь. Огонь двух пылающих деревень мягким светом отражается на синевато-серой облачной гряде, все время разбиваемой грозными вспышками взрывов. Всю ночь напролет не умолкал низкий раскатистый грохот. Затем к утру облачная гряда приобрела бледный розово-лиловый оттенок. Цвета отличались странной красотой. Постепенно сонливость ушла из тела и мы снова были готовы действовать. Достали стальные каски и шинели. Через два часа мы должны были быть готовы к бою. Атака намечена на 6.00. 19.00. Конец суматохи дня. Через маленький сектор обзора невозможно получить общую картину, но мне кажется, что русские моментально отрезали нам дорогу, по которой осуществлялось снабжение и оказывали значительное давление на нашем фланге. Во всяком случае мы быстро отходили по дороге, которая до этого была такой спокойной. Совсем близко мы увидели впереди ведущий огонь нашей батареи, которые обстреливали склон холма и деревню с снарядами брезантного, ударного и замедленного действий. В то же время со всех сторон со свистом пролетели гильзы пехотинцев. Поставив свои машины в ложбине, мы пошли на опушку небольшого леса, в котором было полно штабных офицеров. Даже там не следовало высовываться без нужды. В такие моменты я был не любопытен. Все равно ничего не увидишь и в любом случае для меня не имело значения, насколько далеко они вклинились в наш фланг. Я знал, что когда они подойдут на достаточное расстояние, у нас еще будет возможность перекинуться парой слов друг с другом. А до этого времени я собирал землянику и лежал на спине, надвинув на лицо стальной шлем. Положение, в котором можно прекрасно поспать, максимально прикрывшись. Мы были в нескольких метрах от генерала и нашего командующего дивизии. Поразительно, в каких ситуациях могут оказаться высшие офицеры при таком размытом фронте, как этот. Тем временем наши пехоты прочесывают лес впереди нас, наши танки атакуют русские танки, разведывательные самолеты летают над позициями, а артиллерия подготавливает путь для пехоты. Трем русским самолетам удалось сбросить бомбы на наши позиции полчаса назад, но наши истребители сели им на хвост, и они не могли уйти очень далеко. Рассказывать о событиях 4 августа будет не так просто, особенно когда ты на марше. Меня позвал часовой и сказал, что мне нужно работать с отделением радиосвязи 7 роты. Сержант и еще трое с ним пошли разыскивать роту. Они были в соседней деревне, и мы двинулись вместе с ними. Единственная разница между нами состояла только в том, что пехотинцы носили легкую походную форму, в то время как у нас был комплект оборудования. Снаряжение было горячим и плотно прилегало. Мы не часто вступали в боевой контакт с противником, но с трудом проходили от 6 до 8 километров через луга, пробираясь через низкорослые кустарники. Идеальная местность для игры в прятки. Пересекли почтовую дорогу. Еще через 2 километра нас обстреляли из рощи, в которой по сообщениям никого не должно было быть. Начались активные действия. Газометы, противотанковые и штурмовые орудия вступили в бой. Появились 4 русских танка, 3 из которых были быстро подбиты. Один из них зашел к нам с левого фланга от деревни Лишенко, и некоторое время доставлял беспокойство. Мы с командиром роты находились в маленькой лощине и попали под огонь снайпера, так что и нос они могли высунуть из своего укрытия. Доносились только крики. Танк противника впереди. Слева послышалось русское «Ура!». Он звучит чудно, этот боевой клич, и появляется неловкая суетливость, если вы не знаете, что происходит в 500 метрах от вас. Вы обращаетесь вслух, слушаетесь в усиление и затихание шума, распознавая разницу между звуком пулеметных очередей наших и противника. У русских пулеметов глухой кашляющий звук, в то время как наши производят щелчки высокого тона. Атака отбита, и мы попытались связаться с нашим командным пунктом. До сих пор связь была отличной, теперь она вдруг прервалась. Мы сидели слишком низко в своей лощине. До тех пор, пока не сможем подняться выше, нам придется оставить эту попытку. Ночь спустилась, а стрельба с перерывами все еще продолжалась. Мы не могли вернуться назад, потому что ситуация на дороге, ведущей в тыл, была неясной. Мы оставались на месте и смотрели на горящую деревню Лишинки. Огонь, открытый нашими же войсками, был беспорядочным и привел к тому, что еще больше русских поднялось со своих позиций, когда оставаться на них становилось жарко. Это жестокий способ, но невозможно предпринять что-либо еще. Как-то само собой с этого момента сражение стало явно более ожесточенным и безжалостным и с нашей стороны, и со стороны противника. И только тот, кто тут побывал, поймет почему. Ночью произошли еще два события, цена которых была для нас двое убитых и один тяжело раненый. Теперь я знаю значение слова «бесстрашие». Утром, когда мы проснулись, нас встретила приятная тишина. Ни единого выстрела. Приспел кофе, а оператор коммутатора связи как раз говорил о ребятам на наблюдательном пункте. Пока не видно ни одного самолета, и артиллерия оставила нас в покое. Когда послышался свист и взрыв, первый снаряд упал примерно в двухстах метрах справа. Лейтенант выругался, как будто не подозревавший ни о чем оператор привлек к ним внимание русских. А мы засмеялись. После этого стало тихо. Почти ни единого выстрела. За исключением того, что произошло в средине дня, когда я вышел на дорогу показать машинам дорогу на командный пункт. Именно тогда наш старый друг Танк громом огласил окрестности. Вырвалось уродливое красное пламя с черным дымом, и раздались хлопки выстрелов. Это странно. Как только мы втягиваемся в новый бой и слышим гром пушек, мы становимся счастливыми и беззаботными. Каждый раз, когда это происходит, наши ребята начинают петь, становятся веселыми, и у них появляется хорошее настроение. Воздух наполняется новым запахом свободы. Те, кто любит опасность, хорошие парни, даже если они не хотят это признавать. Время от времени снаряд вылетает с одной из батарей. Он издает звук, подобно мечу, подброшенному очень высоко в воздух. Слышно, как он летит дальше. Затем, через некоторое время после того, как замолкает свист, слышен отдаленный глухой звук его разрыва. У русских снарядов совершенно иной звук, похожий на грохот сильно хлопнувшей двери. Этим утром была слышна интенсивная пальба где-то вдали, а так со вчерашнего дня было очень тихо. Наверное, русские понимали, насколько слабы их атаки. Наверное, они следят за нашими путями снабжения, чтобы внезапно атаковать с тыла. Мы можем подождать. Мы можем спокойно наблюдать за этим, так же, как мы наблюдаем за тем, как они роют траншеи, предназначенные для защиты подступов к пункту Белый. Это очень странная война. Прошлой ночью я поднимался вверх в качестве помощника с Арно Кирхнером. Целый час требуется для того, чтобы с командного пункта добраться до наблюдательного. Между деревьями повис легкий туман, а трава и кустарник были отяжелевшими от дождя. Мы пробирались на ощупь по тропе мимо лощи и откосов к Монастырскому. Там была дорога. Повсюду призрачная тишина. Фронт был совершенно спокоен, за исключением вздымающихся вверх отдельных мерцающих вспышек, одиноко светивших белым, как мел, светом в поглощавшейся звуки мгле. В деревне были видны полоски света из погребов и землянок. Где-то украдкой светился огонек сигареты, молчаливый часовой, дрожащий от холода. Было поздно, ближе к полуночи. Лужи в воронках от снарядов отражали звезды. Не случалось ли это все уже раньше, подумал я. Россия, Фландрия, солдаты на переднем крае. Иногда какая-нибудь картина озадачивает вас подобным образом. И начинаешь думать. Должно быть подобное уже было в прежнюю войну. Теперь то же самое. Время стерлось. Мы спешили и лишь перебросились друг с другом несколькими замечаниями, указывая на воронки. Спицы и колеса в канаве, останки здешней повозки. Прямое попадание, сухо сказал Арно. Что еще можно сказать? Эта чертова дорога, ведущая прямо к врагу, в белый. Будь осторожен. Мы должны быть вблизи перекрестка, затем еще 50 метров. Мы пробирались через провода и траншеи коммуникации. Наконец появился наш солдат с радиостанцией и телефонной трубкой на расстоянии 10 метров от нее. Ребята стояли вокруг, дрожа от холода. Погрудь в мокром окопе. Каждый сплащ палаткой через плечо. Я передал по телефону распоряжение сворачиваться. Мы сменили радиопередатчик. И я попытался установить контакт. Проскользнул в мокрый окоп, рыхлые и пропитанные водой стенки которого были покрыты гнилой соломой. И нашел узкое место, которое было сухим. Чтобы протиснуться в него требовалась некоторая сноровка. При этом сначала протискиваются ноги. На полпути внизу потолок был обрушен. Боковые стенки недостаточно толсты, чтобы противостоять вибрации. Окоп был очень тесным. И с предосторожности я засунул свою стальную каску и противогаз под две самые толстые перекладины. Но поскольку на дне окопа был уже чем в верхней части, опасность быть погребенным заживо не слишком велика. Это правда, что потолок обвалился, когда кто-то проходил по окопу. Но я натянул на голову одеяло и еще раз прислушавшись к тому, что происходит снаружи, спокойно заснул. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok